всем привет добро пожаловать на эфир и сегодня мы с вами поговорим о любви к себе мы все знаем что во вторых окамоха что очень важно возлюбить ближнего как самого себя мы в принципе уже разбирали эту фразу да что это если вкратце то это значит не делай ближнему того что ты не хочешь чтобы сделали тебе например ты не хочешь чтобы тебя злословили не злословь сам ты не хочешь чтобы тебе стукнули по лбу не стучи никого по лбу да ты них в общем то что ты не хочешь что было тебе не делай это твоему ближнему и это если вкратце то смысл вот этой фразы возлюбить ближнего как самого себя но у нас здесь появляется вопрос а как полюбить себя как это сделать мы узнаем ближе к концу нашей сегодняшней встречи она будет коротенькой и я хочу рассказать я хочу рассказать сегодня у меня не получилось оставить малыша на мужа поэтому прошу прощения будет может быть опа прошу прощения он будет здесь со мной так вот как полюбить себя и начать я хочу с и маленькой истории однажды одна девушка такая не примечает ничем не примечательная на улице если бы она мимо вас прошла вы бы ее не заметили может быть вот и значит одним утром она шла на работу опаздывала но при этом она заглядывала в какие-то витрины да и хотя и думала мне пора бы полюбить себя мне бы пора бы полюбить себя и вот так она идет и она заглядывает в одну витрину и видит как там сидит манекен в какой-то одежде и в такой шляпочке и девушка думает но я ведь никогда не покупала себе шляпу ну-ка я попробую она заходит в этот магазин меряет одну шляпку продавщица как вам идет эта шляпа вы прям расцвели и и мужчина который в этом же магазине стоял возле нее он тоже такой поворачивается девушка вам так идет эта шляпа и вот эта девушка она уже ну зашла в магазин с одним настроем да и она такая стоит что правда мне идет эта шляпа она идет мне никогда не говорили таких комплиментов до этой девушки не говорили таких комплиментов и вот она такая хорошо не беру эту шляпу я в ней такая красивая я ее беру она идет на кассу и говорит упакуйте мне пожалуйста эту шляпу я ее хочу купить в общем покупать шляпу выходит из магазина и смотрит она не действительно все люди вот смотрят как-то она идет все сияет улыбается и люди которые вот прохожие они тоже ей улыбаются вот и значит приходит она работу все сияет и с ней даже поздоровался поздоровались два человека которые вообще не замечали в общем она чувствует что эта шляпа делает ее такой привлекательной такой красивой и она думает вот эта шляпа прекрасная после обеда ее товарищ по работе в общем подошел к ней пригласил ее на свидание она думает вот это да вот эта шляпа делает чудеса не может быть вот это вот шляпа и значит ты приходит она после работы домой мама есть что с тобой ты все светишься ты сегодня к это по-особенному светишься по нам красиво над к все дела шляпе и стоит такая и понимает что она не в шляпочку мама говорят в какой шляпе она понимает что она целый день проходила не в шляпе в то время как она думала что надо находится в шапочки и чувствула себя из-за этого более привлекательной более красивой до и она такой ой а я не в шляпе и эта история о том что на самом деле не какая-то шляпочка делает нас красивой а наше восприятие нас то как мы идем на улице да вот я по себе сужу если еду с хорошим настроением да мне реально весь мир кажется прекрасным да я вижу как люди могут улыбнуться и в общем это действительно вот это вот самооценка она до влияет теперь мы с вами начали уже говорить о любви к себе но понятно что у нас у всех с детства есть комплексы какие-то навеяны нашим и нашими одноклассниками давай ты толста у тебя что-то не так с бровями а что у тебя с глазами ты какая-то тощая или там родители никто тебя замуж не возьмет посмотри там у тебя такой бардак в комнате да и вот эти вот клеймо скажем так это родные могут делать даже из любви к нам да но при этом это ломает нас это ломает нашу сущность да это ломает любовь к себе теперь как ее вернуть вернуть эту любовь можно только если прислушаться к себе да во первых принять ну окей я такая какая я есть окей мне дальше с этим жить окей теперь мы попробуем найти во мне каждый в себе попробуем найти что-то хорошее вот что у меня есть хорошего там не знаю у меня красивые глаза брови да или я очень добра да вот не стесняться и попытаться на и находить вот эти вот у хорошие качества но это все реально тяжелая тяжелая работа и я даже рекомендую потому что я сейчас над этим работаю я даже рекомендую начать не с написания того что во мне классно и что во мне хорошо а с написание списка что меня радует что меня делает счастливой вот буквально вчера мы с мужем сели и и я говорю ты знаешь я писала такой список что делает меня счастливой как я могу находиться по жизни счастливой радостной если я не акцентрирую на этом внимание да и я села я сейчас вам даже ну я не знаю все наверное читать не буду я вам покажу о том что я до сделал такой список я написала что делает меня счастливой и я в него внесла вот полностью все бегать босиком подождем водить машину не знаю свежее белье до читать я не знаю читать книгу в тишине кушать вкусную конфету не знаю когда мне когда я классно пообщаюсь с людьми да быть побывать на каком-то семинаре посмотреть какой-то мотивационный фильм пообщаться с мужем до посмотреть как мой малыш играется в общем реально сесть задуматься это то на что нужно не жалеть и тратить наше время вот просто заставить себя взять ручку понятно что она изначально тяжело ты сначала думаешь на такие масштабные вещи там путешествиями не делают счастливыми да там и погулять пойти куда-то послушать музыку это да но потом когда вы войдете в этот азарт вы начнете писать еще такую мелочь а еще музыка еще мне меня делать число когда я вкусно пахну а еще когда я хорошо выгляжу новая одежда да там в общем такие маленькие маленькие вещи на них стоит обращать внимание именно они помогают нам жить яркой жизнью до наслаждаться теперь это такой маленький шажочек к любви к себе после того как мы сказали что да мы достойны там радости до жизни теперь сесть это уже будет более сложный список и написать чем я хороша что во мне хорошего что я каждый день что за сегодня сделала хорошего да что мне в себе нравится что что может быть спросите у мужа да что в тебе во мне нравится или там если вы мужчина так спросите у жены что тебе во мне нравится после того как вам скажут что что им вас нравится вам захочется становиться еще более лучше вам захочется да когда когда вам говорят мне нравится когда ты не знаю мне нравится когда ты оденешь вот это платье и выглядишь потрясающе все это жена она уже хочет для своего мужа до выглядеть хорошо выглядеть хорошо и вот это вот скорее всего да когда мы сначала написали что нас радует что она сделает счастливым второй этап что что мне нравится в себе или что я хочу в себе изменить это тоже работа над собой мы не идеальны, окей, но, там, например, я могу изменить в себе, не знаю, вес, да, я могу изменить его, если я возьмусь за себя, да, я могу изменить в себе богобоязненность, я могу ее изменить, добавить ее, да, да, если я буду больше читать Тейли, если я буду больше молиться, больше учиться, это мне добавит богобоязненности, уже я стала лучше, да, Всевышний, он нам, он говорит, и вот Вот сегодня я беру в свидетели себе небо и землю, и я даю вам проклятие или благословение, жизнь или смерть. Выберите жизнь вам и вашему потомству, да? Понятно, никакой нормальный человек не выберет смерть, мы все выбираем жизнь, но здесь имеется в виду, Всевышний говорит, выбери полноценную жизнь, жизнь со смыслом. Выбери жизнь не впустую, выбери жизнь яркую, да, мы сами должны стараться наполнять себя, быть в радости. Вы знаете, с малышом сколько раз опускаются руки? Вот этот вот момент, если ты не побеждаешь свой царара, если ты его не хватаешь, да, если ты не работаешь над собой, если ты не замечаешь свои достоинства, свои плюсы, если ты их не обсуждаешь ни с кем, да, если ты не видишь, что тебя радует, то это надо здесь поработать над собой. И Всевышний нам говорит, так выберите жизнь, давайте мы с вами каждый день, это выбор просто ежесекундный, я выбираю жизнь, так, я выбираю радость, так, я, я, я выбираю, я выбираю. И мы с радошем, что пусть у нас у всех с вами получится выбирать по-настоящему достойную жизнь, по-настоящему насыщенную жизнь, да, яркую, по-настоящему пусть у нас получается радовать друг друга в семье, да, радовать это делать то, что хочет второй. И когда каждый будет делать то, что хочет другой, они будут заполнять потребности друг друга, да, пусть у нас будет получаться любить себя, любить окружающих, наполнять свою жизнь, жить по Торе, пусть будет больше богобоязненности, и пусть Всевышний всем дает по нуждам, кому что нужно, пусть насыщает, благословляет нас и весь народ Израиля. И скажем о Мэйн. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир, я очень-очень вас люблю и очень рада быть с вами здесь. Всем пока!